Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Зеленский и сегодня мы поговорим об автомобилях. А если быть точнее, о маслкарах. Типичный маслкар это двухдверный автомобиль с 8-цилиндровым двигателем большой мощности и задним приводом. Благодаря доступной цене маслкар был сконструирован для уличного движения и иногда для дрэг-рейсинга. Как вы думаете, друзья, сколько бензина сожгла эта малышка за 30 секунд? Напишите в комментариях. Кстати, возможно вы и не знали, но 60-е годы в Америке ознаменовались началом золотого века для автопромышленности. Королями автомобильного рынка тогда являлись так называемые маслкарс. Огромная популярность этих автомобилей явилась следствием, зажидавшейся тогда культурой уличных гонок. А также цен на топливо, которое тогда было настолько дешевым, что содержать машину с большим объемом двигателя мог себе позволить даже обычный рядовой американец. Термин маслкарс возник в среде коллекционеров несколько позже, чем начали производиться автомобили этого класса. Примерно в конце 70-х годов. Ну а пик производства среднеразмерных автомобилей с мощным двигателем V8 пришелся на середину 60-х годов. И да, можно сказать, что немногие автомобили превосходят маслкары по сочетанию красоты и мощи. Ну а теперь, когда вы знаете намного больше о том, что представляют собой маслкары, вам наверняка будет интересно увидеть самые популярные и лучшие классические американские автомобили 60-х и 70-х годов. Сегодня мы рассмотрим 15 легендарных маслкаров. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал. Нажимайте на красную кнопочку прямо под этим видео и далее нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а теперь мы начинаем. Форд Мустанг Шелби GT500 1968 года Автомобили Мустанг, доработанные американским гонщиком и конструктором Кэролом Шелби, были заветной мечтой каждого истинного поклонника Мустанг. Выпущенные в 1965 и 1966 годах модели Шелби GT350 были не только мощными, но и изящными и легкими, прекрасно подходящими для путешествий. Через пару лет эта философия Шелби изменилась. Теперь его машины активно участвовали и побеждали в спринтерских заездах и гоночных соревнований. Так, под капотом Шелби GT500 1967 года и 1968 годов находился двигатель мощностью 355 лошадиных сил и объемом 428 кубических дюймов. Увеличенная длина кузова и более агрессивный внешний вид автомобиля отличали Форд Мустанг Шелби GT500 от модели GT350 1965 года. Chevy Corvette 1984 года Третье поколение американских спортивных автомобилей Corvette преодолело долгий путь, который длился фактически с 1968 по 1982 год. Поэтому запуск C4 Corvette вызвал огромный ажиотаж и настоящую бурю слухов и домыслов. Некоторые утверждали, что у автомобиля будет роторный двигатель, как у Mazda, а кто-то предсказывал центральное расположение двигателя, как у итальянской экзотики. В конце концов, новая модель оказалась не столь революционной. Первые Chevy Corvette были оснащены двигателем V8 мощностью 205 лошадиных сил, но изменив систему впрыску топлива, увеличилась и мощность, а вместе с ней и производительность. В 1990 году на основе C4 был выпущен Corvette ZR1, оснащен двигателем V8 LT5 в 375 лошадиных сил. Dodge Charger Daytona 1969 года Это, пожалуй, один из самых радикальных маслкаров. Daytona не была рождена для уличных гонок, ее цель была куда выше – гонки NASCAR на суперскоростных овальных трассах. Чтобы увеличить скорость, создатели Daytona трудились над совершенствованием аэродинамики, добавляя различные носы к Dodge Charger 500. В итоге Dodge Charger Daytona обладает 18-дюймовым носовым обтекателем и 23-дюймовым антикрылом в задней части автомобиля, который обеспечивает дополнительную устойчивость и прижимную силу. Результат был впечатляющим. Автомобиль Daytona стал первым превышавшим скорость 320 км в час в гонках NASCAR. После многочисленных побед Daytona изменение регламента NASCAR вынудило прекратить ее участие в этих гонках. Автомобили, оснащенные легендарными двигателями 440 или 436 Hemi, популярны по сей день. Коллекционеры, приобретая их на аукционах, готовы расстаться с суммой в 150 тысяч долларов. Oldsmobile 442 1970 года Модель 442 американской автомобильной марки Oldsmobile получила свое название благодаря своему четырехкамерному карбюратору, четырехскоростной механической коробке передач и двойному глушителю. Автомобиль Oldsmobile 442 был создан на основе модели Oldsmobile Cutlass и стал популярным маслпаром в семействе Oldsmobile. Его платформа была взята на уважение двумя автомобилями GM, Chevy Corvette SS и Pontiac GTO. Как и GTO, сперва Oldsmobile 442 отличался только уровнем комплектации. Но в 1970 году Oldsmobile 442 предложил внутренний двигатель V8 объемом 455 кубических дюймов, специальный для тех, кто хотел получить максимум скорости от машин. Оснащенный элементами V30, двигатель выдавал 360 лошадиных сил и позволял разгоняться до 100 км в час буквально за 6 секунд. Pontiac Firebird Trans AM 1978 года 1970-е для маслкаров стали бледным подобием предыдущих десятилетий. Растущие цены на топливо и страховки заставили производителей поумерить пыл в отношении супермощных автомобилей. Это коснулось почти всех автомобильных марок, но не Pontiac. Их Trans AM стал любимцем публики с момента выхода в свет фильма «Полицейский и бандит». В 1978 году модель Pontiac Firebird Trans AM увеличила мощность от 200 до 220 лошадиных сил. Специальный пакет VS6 добавил автомобилю более широкие 8-дюймовые колеса, новые покрышки и быстрое рулевое управление. В итоге Pontiac Trans AM стал более куда ловким и быстрым на треке, чем Chevy Corvette. Ford Mustang Boss 429 1969 года. Золотые годы на SCAR пришли на конец 70-х и 80-х годов. Именно тогда настоящим зверем прослыл автомобиль Mustang Boss 429. Его V8 объемом 429 кубических дюймов выдавал 375 лошадиных сил и 6000 оборотов в минуту. Но двигатель был настолько массивным, что не вписывался в классический моторный отсек Mustang. Тогда Ford заключил контракт с Carcraft, чтобы устранить все помехи. Специалистам Carcraft пришлось переделать половину элементов, чтобы освободить место и буквально втиснуть двигатель. Сегодня на аукционах модель Ford Mustang Boss 429 уходит более чем за 200 тысяч долларов. Чеви Чевель LS6 1970 года. Когда компания GM смягчила свои прежние требования, запрещающие устанавливать двигатели объемом более 400 кубических дюймов на автомобиле среднего размера, в американском автомобиле строения произошел настоящий бум маслкара. Oldsmobile установил свой 422 двигатель объемом 455 кубических дюймов, а Чеви оборудовал Чевель SS уникальным V8 объемом 454 кубических дюймов. По самым консервативным оценкам, мощность LS6 составляла 450 лошадиных сил. Однако, по мнению некоторых экспертов, благодаря высокой степени сжатия и огромному карбюратору Holi 780CFM, реальная мощность LS6 приближалась к 500 лошадиным силам. Сотрудники журнала Car & Driver тестировали автомобиль в 1970 году и утверждали, что он набирает 100 км в час за 5,4 секунды. Подумайте, насколько быстрее был бы этот автомобиль сегодня с современной резиной. Среди всех легковых автомобилей LS6 выдает самую большую мощность в лошадиных силах. Pontiac GTO George 1969 года В начале 60-х Pontiac был лидером в производстве мускулистых автомобилей. Нередко GTO называют первым масл-каром, но к 1968 году у автомобиля появилось слишком много конкурентов. Именно тогда возникла идея создать более дешевую версию GTO с небольшим двигателем объемом 350 кубических дюймов. Главный инженер Джон Делориан этой затеи не одобрял. По его мысли, у GTO не могло быть такого маленького двигателя. В итоге новая модель отличилась от традиционного GTO. Автомобиль George был оборудован двигателем Ram Air 3 в 360 лошадиных сил, но покупатели могли также выбрать и Ram Air 4 в 370 лошадиных сил. Самыми редкими стали кабриолеты GTO George Ram Air 4 и было выпущено всего 5 экземпляров в 1969 году. C.O.P.O. Camaro 1969 года C.O.P.O. переводится как Central Office Production Order. Это специальная система заказов, которая была создана для продажи особых автомобилей крупными партиями. Например, полицейских машин со сверхмощными подвесками или автомобилей для такси со специальными салонами. Но предприимчивые автодилеры с правильными связями умудрились таким же образом сделать заказ на Camaro. Так, по производственному заказу были выпущены автомобили с большими 8-цилиндровыми двигателями V8 рабочим объемом 7 литров и мощностью 425 лошадиных сил. Dodge Charger 1971 года Charger 1971 года выпуска – это удивительное сочетание масл-кара и люксового автомобиля. Классический американский автомобиль «Мечта» своего рода шедевр производства 70-х и классика старой школы. Низкий приземленный силуэт, напоминающий линию бутылки Coca-Cola, широкие шины задних колес, передняя широкая морда около 2 метров, кстати, и более 5 метров длинные автомобили делают эту модель узнаваемой на все 100%. Машина Dodge Charger изначально сделана для быстрой езды по трассе – это в чистом виде скоростной магистральный автомобиль. Но немало у него и отрицательных качеств. Например, высокая стоимость, дорогостоящее обслуживание, плохая управляемость и огромный расход горючего. Buick GNX 1987 года В 80-е годы казалось, что мускульные машины уже отжили свое. Но Buick сделал неожиданный шаг вперед в развитии масл-каров, выпустив Buick GNX с двигателем V6 с турбонаддувом. Мощность – 276 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км в час всего за 4,6 секунды. Buick GNX тут же стал одним из самых быстрых автомобилей на рынке. Всего было выпущено только 547 экземпляров моделей. Chevrolet Camaro 1968 года У Camaro был ярко выраженный спортивный силуэт с длинным капотом, коротким багажником и смещенным назад салоном. Выпускались две модели – закрытая двудверная спорткупе и открытый двудверный кабриолет. Они были четырехместными с передними раздельными сидениями и задним сплошным диваном. Базовый шестицилиндровый двигатель имел мощность 140 л.с. Но по заказу на автомобиль можно было установить более мощный мотор и усиленную ходовую часть. Например, существовала версия SS – заводская комплектация автомобиля, мощная, сочетающая яркую внешность, усиленная с шасси и 8-цилиндровый V-образный двигатель, либо 5-литровый двигатель мощностью 295 л.с., либо 6,5-литровый мотор мощностью 325 или 375 л.с. в зависимости от степени форсировки. DeLorean DMC12 – это спортивный автомобиль, который выпускался с Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. Более распространенным названием этой машины стало просто DeLorean, так как это была единственная модель выпускавшейся компании. В DMC12 были использованы двери типа «крыло чайки». До прекращения производства в 1983 году было изготовлено около 9000 экземпляров DMC12, из которых примерно 8000 сохранились до нашей дни. Отличительной особенностью машины стал рамный кузов из композита, оклеенный снаружи листами неокрашенной нержавеющей стали толщиной 1 мм, из-за чего DeLorean получился стойким коррозией и приобрел специфический оттенок корпуса. Для автомобиля был разработан креативный дизайн в качестве машины времени в кинотрилогии Роберта Зимекиса «Назад в будущее». DMC12 были прежде всего нацелены на американский рынок, поэтому машины оснащались на заводе левым рулем. Только несколько праворульных экземпляров DeLorean были выпущены для использования в Великобритании. Chevrolet El Camino SS 454 1970 года. Были времена, когда каждый парень, хотевший быть крутым и уважаемым, должен был сидеть за рулем этого автомобиля. Возможно, это было впервые в истории автомобилей, когда грузовой автомобиль не считался таковым, а маслкар был гораздо больше, чем маслкар. Автомобиль Chevrolet El Camino SS 454 изменил общепринятый до этих пор взгляд на грузовые автомобили, став по существу первым комбинированным автомобилем, сочетавшим в себе характеристики грузовика и маслкара, установив стандарты для конкурентов, пытавшихся реализовать такую же идею или отталкиваться от нее. Playmouse Road Runner Данный маслкар был промежуточного класса. Создатели решили сконструировать автомобиль, способный проехать 402 метра менее чем за 14 секунд и ценой не более 3000 долларов. И они это сделали. Это бюджетный маслкар, он не отличается шикарным интерьером и красотой, но он был действительно мощным. В арсенале автомобиля скрывались гидроусилители руля, дисковые передние тормоза, AM-радио и автоматическая коробка передач. Друзья, у меня на этом все. Спасибо вам огромное за то, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он был для вас интересен и полезен. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, если это было действительно так. А также подпишитесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Надеюсь, вам понравились маслкары и, возможно, даже вы захотели поводить одну из таких классических американских машин. Если это действительно так, напишите об этом в комментариях и напишите, какой вам маслкар понравился больше из тех 15, о которых я рассказал вам сегодня. На этом у меня все. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok